Почему вот эта вот штука может растягиваться непомерно при использовании команды SmartFlow, то есть вот я выделил, вот команда, вот мы угол, угол, вот и что такое почему-то вот так вот получается. Получается, потому что здесь контрольные точки, тем не менее, остались неизменными, то есть поверхность самообрезанная, вот, а контрольные точки неизменны. Вот чтобы ее ограничить вот в этих вот размерах контрольными точками есть команда Shrink, она находится в меню поверхности, вот здесь вот, по-моему, Teagant Ring, так, всегда путаюсь, вот, вот Shrink, вот нажимаем, на вид ничего не происходит, но точки уже теперь ложатся по-другому, и теперь, когда мы будем вот этот вот объект располагать той же командой здесь, он у нас будет получаться уже, по крайней мере, лежащим на поверхности. Теперь о том, почему он растянут, это из-за того, что здесь разные габариты вот этих поверхностей. Значит, используем команду вот эту вот Length, длина для измерения ребер, это 11,5, это 13,5. Можно точное соответствие вывести, как бы, этих поверхностей, вот, но хватит там, на самом деле, одного знака после завершения, запятой, беру и зажимаю Alt для отключения привязки, ввожу теперь сюда вот пропорцию этих отрезков. Для того, чтобы увеличить поверхность, я ввожу сначала 13,1, потом дробь, слэш, 11 и 45, допустим, даже. Вот, вот, у меня теперь коэффициент вот этот вот задался, и теперь зажимаю Shift, счетчок. Вот, она перестроилась теперь и более-менее похоже на то, как она должна выглядеть. Есть еще, кстати, один момент, здесь вот изменились вот эти вот закрепка, вот эти Prongs. Вот, что можно сделать с этим? Так, я разгруппировал, нажал контрольные точки, вот эту вот штуку удаляю, вот эти вот вещи вставляю как есть. Вот, и применяю ту же самую команду, только с включенной опцией Rigid, Yes, это значит жесткий, то есть, ну, не гнущийся. И то же самое. Угол здесь не играет значение какой, главное, чтобы он совпадал на той и другой поверхности. Вот, щелкаю угол, щелкаю другой. Вот, теперь они у меня на этих же местах расположены, но форму они свою не изменили, они только получили ориентацию от этой поверхности относительно другой. Вот, то есть тут, как бы их сохранена форма, и она вот не пошла на конус из-за того, что эта поверхность здесь загнута. Вот так. Так, чтобы сделать здесь круговой массив, ну, то есть, как бы кольцо по кругу прогнать, я для начала проверю, сохранена ли у меня, да, сохранена эта история. Вот, я выделяю все эти объекты, перехожу в другой режим, вот сюда, вот в эту плоскость, и прикидываю, сколько их должно здесь получиться. Ну, где-то 6, мне кажется, может 7. Ну, посмотрим. Так, и... Иду в Transform. О, круговой массив. Так, F4 для центра относительно начала координат, или можно там 0, Enter. Ну, это уже как, кто как, кто в RIN, то 0, Enter нажимает. Вот, 6 элементов стоит по умолчанию, 360 градусов. Смотрим. Надеюсь, попадает ли. Чуть-чуть не попадает, но это можно будет исправить увеличением длины звена, вот этого вот. Вот, а так, в принципе, если можно попробовать 7, конечно. Вот, 7, а, ну нет, 7 вот как раз даже получше. Сделаем 7. Вот, подтверждаем, таким вот образом. Длину этого звена нужно будет чуть-чуть сократить. Для этого выделяем только это звено. Для того, чтобы выделить внутри группы, напомню, можно зажать Shift-Control и держа щелкнуть этот элемент. Он выделится внутри группы, а группа при этом разбита не будет. Так, здесь я вижу чуть-чуть уже подогна, но ничего страшного. Можно будет потом доделать. И вот таким вот образом, например, какой-нибудь вот от этой точки, от крайней, чуть-чуть его укорачиваем. Вот так вот сразу все элементы подравниваются. И можно таким вот образом с ним поступить. Вот, а еще по поводу того, что он здесь вылезает, выступает. Вот, можно его сразу попробовать здесь вот обрезать. Взять вот этот элемент. Также я выделял. Так, напечатал Alt и сделал копию. Оставил здесь. Относительно середины. Чуть-чуть масштабирую. Таким вот образом, чтобы у меня получился заход этого элемента. Так, теперь Ctrl-Shift. Solid. Вычитание. Стереть. Да. Стереть. Так, вот таким вот образом. Но, к сожалению, здесь обновление не произошло. Больше того, остались ненужные вот эти вот элементы. Недовычтенные. Так. В общем, лучше тогда так поступить. Вот этот вот элемент скопировать. Ctrl-C. Потом Ctrl-Z. Несколько отмен сделать. Вот до этого состояния. И потом Ctrl-V. Вставить элемент нужной длины, который у нас уже есть. Вот. А этот элемент таким вот образом удалить. Вот. А этот элемент, ну, как бы он у нас уже получается не в группе. В группе-то самое из одного объекта получается. То же самое с Alt-ом. Сюда перетаскиваю. Чуть-чуть уменьшаю. А вот от этих вот, кстати, дырок можно избавиться с помощью той же самой функции Un-Trim. Вот. Вот таким вот простым образом. Причем это действует на обе стороны. То есть, когда эти дырки не пересекают края поверхностей, то есть, ну, вот одна и вторая поверхность, только вверх и вниз насквозь, то вот таким образом. И вот даже, кстати, от этой вот выборки тоже можно избавиться. Точно так же. То есть, этот инструмент работает такой, в этом случае, типа, как ластик. Вот таким образом. Далее лишние на этих штуках остались у меня. Отверстия, отверстия тоже, кстати, наверное, лучше удалить. Ну, вот Un-Trim сделать. То есть, это хорошо, что она не доходит до границы, иначе такой способ мог бы не сработать. Вот таким образом. Так, это разбиваю группу. Удаляю этот элемент. Этот наоборот сейчас помещу с помощью того же. Только rigid главное выключить. А, ну, кстати, могу показать. То есть, если его оставить, как есть, вот он, стоит коломб. А если выключить, вот таким вот образом получается. Теперь все наши элементы берем. Семь уже запомнил. Получается такой. Такой вот вариант. Вот.